Монастыри По очень меткому замечению одного из наших выдающихся, я бы сказал, мыслителей XIX века, Ивана Васильевича Кирьевского, нашими университетами были монастыри. И там они создавали действительно образ человека, подобный Христу. Вся эта западная методология и принцип обучения, когда накачивают головы всякой всячиной, большей частью опустошают душу, в прямом смысле слова – опустошают душу. А то, что получает рассудок, в результате обесценивается. Ну, как помните ли, как писал наш знаменитый дедушка Иван Андреевич Крылов в своей басне «Листы и корни». Боюсь, чтобы не сбиться мне с рифмом, но это не важно. Суть дела я вам скажу. Суть такова. Он заканчивает эту свою басню, где листы упрекают корни, что от них проку? Их даже и не видно! Никому не даёт никакой радости! Ну, чепуха да и только! А мы? О! Можно любоваться! И он такой вывод там в басне – «А если корней не будет, то не будет ни дерева, ни вас листы!» Так вот, в нашем древнерусском образовании обращали внимание на корни. Всё внимание именно обращали на то, чтобы показать, в чём суть христианства, как оно познаётся человеком, не рассудком, а душою и жизнью. Воспитывался человек, душа его, а они просто накачивали мозги. Знаете, пожалуйста, можно положить сюда энциклопедию, и что от неё будет? Как была мёртвой, мёртвым грузом, так и человек может остаться тем же самым. Так вот, Запад, с самого начала образования их университетов, пошёл именно по пути, который мы называем рациональным путём. То есть, предлагали определённую сумму знаний для запоминания и какого-то понимания. Повторяю ещё раз, русское образование шло по пути воспитания души, практического прохождения духовного пути жизни. Этот путь практически изъяснялся, объяснялся, и, конечно, было вообще то, чего нет. Были непосредственные руководители этого пути. Но это время уже ушло. Тех руководителей, которые видели душу человеческую, и которые имели действительно уже благодать Святого Духа, их не стало. Об этом с полной определённостью пишет Игнатий Бринчаинов, об этом пишет Феофан Затворник, об этом уже до них говорил то же самое преподобный Серафим Саровский. Не смешивайте просто искренне верующего человека, священника, неважно, искренне верующего, который, может быть, знает святых отцов, читает, и того человека, который своей жизнью по заповедям Божьим стяжал действительно Духа Святого. Мы с вами так верим, мы получили Духа Святого. А где мы его чувствуем в себе? Они именно были в Духе Святом. Поэтому они могли действительно быть истинными наставниками в духовной жизни тех, кто стремился к этому. Итак, русское образование давало образ, богоподобный образ человека. Западное образование – вся давала компьютер. То, что теперь компьютер – железка, и остаётся железкой. Так и человека можно набить знаниями. И будет каким? Знаете, есть окамененное нечустие, о котором мы в молитве читаем, да избавит нас Бог от окамененного нечуствия. Обращаемся к Богу, а Бога как будто и нет. Одна из главнейших причин потери христианства как раз заключается в том, что полностью разучились молиться. не удивляйтесь, не удивляйтесь, не недоумевайте. Да-да-да! Я думаю, что немного найдётся людей, которые от начала до конца прочтут «Отче наш» и никуда не улетят мыслью. Очень мало людей. Обратите внимание, как читаем молитву перед трапезой, как после. Швырком Богу! Ну уж приходится читать! «Отче наш» и «Жесиночки!» Благодарим тебя, Христе Божий наш! И отстань! Болтать можем часами, тут швырком! Феофан Затворник, святитель, об этом писал очень сильно. И он даже прямо сказал такое, что едва ли кому понравится. Когда он говорил, что если мы сами не молимся о тех, за кого хотим молиться, а надеемся на свои записки, которые мы подаём, то дальше он прибавляет фразу убийственную. Священники протрещат молебен, а также и вечернюю, и обеднюю, а человек останется без молитвы. Да, где-нибудь язычников, там произнесение имени – это да, это много значит. У нас же мы понимаем, мы же помним слова Христа, приближаются эти люди, и своими устами, языком чтут меня, а сердце их где? Далеко от меня отстоит. напрасно чтут меня. Святитель Феофан сказал очень страшную вещь – протрещат. А где же молитва? Поэтому Святитель Игнатий Валикшинидов со всей силой, которой только можно это делать, говорил, нужно начать, слышите, начать учиться молиться. Причём, кому он говорит-то? Можешь возмутиться. Я 50 лет в сане, у меня митра на голове. Я профессор. Кому ты говоришь? Я монах. И он пишет – надо начать учиться молитвы, потому что показывает жизнь. Не молимся. Молится только тогда, когда зацепит за кожу что-нибудь. Ну, что? Земное. Земное. Болезнь, скорбь, любимый ближний. О, тут мы будем рыдать и плакать, и во все монастыри разошлём. Записки, как язычники, для которых самое главное – дай мне благо на земле. Тут молитва, пожалуйста. А что пишут святые о такой молитве? Только бы почитали, что они говорят и что они рекомендуют. Самое большее, что можно. Господи, Ты видишь, о чём я страдаю? Помилуй. И да будет воля Твоя, а не моя. Дай, Господи, вот чтоб вот так было. Да. Вот эти вещи, кажется, элементарные, каждая вещь. Как же этот христианин, стыдно же настойчиво просить у Бога. Дай мне то, другое, третье. Народ разве это знает? Нет, народу, давайте, давайте, молитесь, молитесь. Недавно пришлось спрашивать одного, там, семейные трудности большие. Я молюсь, ничего не помогает. Я говорю, а как вы молитесь? Ну, как я молюсь? Молюсь, чтоб Господь отустроил мою семейную жизнь. На что пришлось им ответить? Во веки веков никогда не получите вы от такой молитвы. Так молятся язычники, которые считают, что можно богов умилостивить, и они дадут, наконец. Наш Бог – любовь абсолютная. Поэтому речь идёт не о милостивлении Его каком-то, а о том, чтобы мы хоть немножечко смирились и сказали, Господи, приму всё! Я верю, что Ты – любовь, да будет воля Твоя! И до тех пор, пришлось сказать, до тех пор, пока человек не смирится, не скажет, Господи, я верю, что Ты – любовь, и да будет воля Твоя, а не моя, ничего вы не получите. Поняли? Поняли? К чему мы призываем? Молитесь, возлюбленные братья и сестры, чтобы вас на нас учили и не вскочил! Безобразие какое! Исаак Северина пишет, «Как отнесётся царь, если вы придёте к нему и начнёте просить у него гноя, что он с вами сделает?» О, как даже сильно! Пишет, когда мы просим наших материальных вот этих всяких вещей, «Дай нам, Господи, комфорт!» Чтобы мы могли умереть с комфортом! Так вот, видите, образование какое? Было русское образование на святых отцах! На святых отцах! А не просто на накоплении внешних формальных знаний. Сейчас, в наше время, время, когда Запад грязевым потоком хлынул к нам в Россию, когда уже границ идеологических никаких нет, сейчас мы оказываемся перед очень серьёзной угрозой того, что скоро и сами превратимся в тех же материалистов и атеистов, признавая Бога. Ну, Бог есть, ну и пусть! Он сам по себе, мы сами по себе! У него свои проблемы, у нас свои проблемы! Превратимся в тех же материалистов и атеистов, каким является Запад. Запад уже окончательно погряз, и давно уже погряз. Об этом писали как наши святые отцы, так у нас писали наши замечательные мыслители. Смотрите, что только пишет Достоевский только что пишет об этом, Константин Леонтьев что пишет, Хомяков что пишет, Киреевский что пишет. Вот посмотрите, наши святители Венимин Федченков только говорит о том, что такое Запад. Да кто угодно! Запад прогнил, и вдруг эта гниль теперь ринулась потоком на нас! Поэтому сейчас мы, христиане, и в первую очередь авангард церкви священства сам передовой отряд стоит перед тяжелейшей, я бы сказал, проблемой удерживать этот ужас, который идёт на наш народ с тем, чтобы не допустить полного его поглощения. Удерживать! Помните апостола Павла на Биск, когда придёт Антихрист, когда отнимется удерживающий моё понимание, когда никого не останется из тех, кто должен держать, удерживать, в первую очередь, от духовенства, монашества, так, и богословы, если они превратятся в тех же самых, и вместо того, чтобы стать противостать им, вместе с ними начать разорять свой народ. Вы знаете, что я вам скажу? Не дай Бог, чтобы мы оказались предателями своего народа. Не дай Бог! Запад – это совершенно нечто мирское, омерщение. Исаак Силин пишет, если вы хотите одним словом выразить, что такое совокупность страстей, то можете это сделать. это мир и, и, десятиличное, и с точкой, это мир. Отсюда мирское, отсюда омерщение, то есть, когда все мысли, все желания, все цели только одни – дай нам благо на земле. Избавь нас от всяких неприятностей и устроен наиболее благополучно нашу жизнь. Если так будет, заражено наш авангард, я бы сказал, наша гвардия, я бы сказал, духовенство, монашество, тогда уже ждать нечего. Когда мы видим, что у нас театры, концерты, чуть ли не в первых рядах, а то и в первых сидят кто? Монахи, духовенство. Замечательно! Да! Всё под флагом. Каким же флагом? Мы должны оцерковлять мир. Оцерковлять? А не происходит ли противоположного омерщения нас, когда мы превращаемся в это? На нас же смотрят и говорят, да они такие же, как мы, ещё хуже! вот, страшная угроза! Это уже не что иное, как попрание совести своей. Вот перед чем мы стоим сейчас! И что мы должны, приложив максимум усилий, так как-то удержать. каким образом? Вы знаете, чем отличается православие от западного христианства? Вы не думаете, что сейчас я вам буду читать лекцию по западным исповеданиям, совсем не собираясь. Я вам укажу на самый главный принцип. Самый главный принцип «какой?» Я уже сказал, Запад пошёл по пути рацио, о котором ещё Гёте в Фаусте писал. Нам голос сердца большую частью чужд, и мы считаем праздной химерой, всё, что превыше наших повседневных нужд. Великолепно выразил, Запад – это рацио и материализм. Поэтому все вопросы жизни, которые разрешаются там, и те методы, которые предлагаются там, они носят исключительно мирской характер. Что значит мирской? Что значит мирщен? Я только сейчас сказал. Все импульсы, которые происходят, всё, что там движет, это движет что ими? Что движет? Три искушения Христа в пустыне, о которых Авва Дорофей сказал, назвал их иначе – похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Вот что. Да, эти три. Чем отличается православие? Только, скажу вам, тем, что, кстати, скажу, убывает и убывает, только тем, что критерием истинного понимания Евангелия является не вспотение ума человека, который живёт мирской жизнью, а голос святых отцов. Почему? Ну, разве непонятно? Исаак Сирин замечательно это сказал. Истина познаётся по силе жития. По силе жития познаётся истина, а не по силе вспотения мозги. Святые действительно, очистив свою душу, смирившись, делались способными к принятию Духа Божьего. И этим Духом Святым, которым написано Евангелие, этим Духом Святым, они изъясняли Его. То есть, изъясняли что? Как нужно понимать? Как нужно жить? Что нужно делать? Вот чем отличается православие от всего инославия. нашим фундаментом, критерием истинности понимания Священного Писания является Святоотеческая мысль. И там, где мы видим согласие отцов к этому вопросу, это для нас является бесспорным свидетельством истины. Запад давно выбросил этот критерий. А если берут отцов и следуют там, изучают, да, конечно, что берут богословие. И начинаем мы рассуждать, так много рассуждаем мы о догматических этих проблемах, различные точки зрения, кто как смотрит и докатываются, докатываются до того, что я помню, как Канберри на ассамблее, как уже протестанты, протестанты, Дух Святой, но это Богиня, это Богиня, или Дух Святой не сходит на любого верующего христианина, как будто впечатление такое, что никогда не читали, никогда не читали, что говорит Писание. В лукавую душу не войдёт премудрость и не будет обитать в теле, порабащённой к греху. В лукавую, то есть грязной, грязной, которая не стремится, не стремится к Богу, не очищается покаянием, не живёт, не войдёт в эту душу премудрость и не будет обитать в теле, порабащённом греху. Давно это забыто. Дух Святой на всех действует и ждут наития. И начинается. в высшей степени важно знать, что верное понимание как Священного Писания, так и всех вопросов духовной жизни, а это прежде всего, является свято-отеческое учение. Святые отцы. Но я вам скажу, что одной из самых страшных угроз для священства является человеко-угодие. Человеко-угодие. Угодить людям. И ради угождения людям на что только не идут. Уже не пастырь пасёт овец, а овцы пасут пастыря. И что хотят, то он и делает. Это прям сущая беда. И ради человеко-угодия идут, я не знаю, на такие вещи, которые просто говорить не приходится. В чём суть православия-то? Надо же всё-таки как-то нам хоть немножко это понимать. В чём суть-то его заключается? Знаете, чем отличается здесь православие от всех других религий, назову самое, может быть, главное, на что обращаю ваше внимание, во всех религиях что требуется для спасения? жить по заповедям религии, а что вы? Ну, раз это непонятно, ну, конечно, и чем человек более ведёт правильный образ жизни, тем он лучше, тем он ближе к Богу, тем святее, не правда ли? Или вы не согласны? Ну, конечно, согласны, как же? всё ясно? Ясно? Так, интересно, какие же добродетели были у правого разбойника? Какие заповеди он исполнил? Какое добро он сотворил, если сам признался, что достойные по делам нашим получили? Ничего! вы слышите, какая религия это? Это что за религия? Сегодня же будешь со мною в раю! Есть о чём задуматься, чтобы понять, что такое христианство, чем отличается оно от всех религий мира? Такого никто никогда не знал! Вы что? И мы сейчас проповедуем, кто ближе к Богу, кто больше делает добра? Чаще ходит в церковь, исповедуется, причащается! ближе, Тот ближе? Нет! Отвечает не я! Христос отвечает! Эти всё исполняющие всё распяли Его! кто же ближе, кто же ближе? от Бога спасение! 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 Воздаяние бывает недобродетели и нетруду ради неё! Посмотрите, какие ереси! А ещё святой! Недобродетели и нетруду ради неё! запятая! А после этой запятой открывается вся суть, а рождающиеся от них смирение! И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели и все труды ради неё! Вот это да! Вот это да! И чёрт достигали святые! Почему они святые? Думаете, потому что вот там в пустыне жили десятки лет, не ели, не пили, не спали, да? Нет! Послушайте, что пишет Пимен Великий, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я! Пимен Великий! Вы что? Такое сказал! Макаре Великий, утренняя молитва Божия очистима грешного! Яко ни кали же, никогда же сотворих благое пред тобою! Да что же это такое? Да что они? И все они на один манер, только и знают это, говорят! Что же составляет сущность православия в христианине? В чём суть? К чему стремиться? Оказывается, оказывается, вся суть в том, что все те заповеди, которые даны, все те труды, которые необходимо христианину совершать на пути своей жизни, то доброе дело, которое должны делать, всё оно, всё это есть только леса, а не дом! леса, которые необходимы для построения дома смирения. Бог гордым противится! Гордым, это говорит, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие человецы! Как эти там бомжи, например, представляете, насколько я лучший! Не правда ли? Насколько я лучший? Вот сейчас прохожу, там валяется один пьяный, вот так даже головой вниз. Насколько я лучший? Да, голубчик, ты лучший? Всё! Под корень ты себя подрубил! Всё своё христианство! Вот так! Нет большей мерзости перед Богом, как гордыня! Первый грех в чём состоял? «Будете, как Боги! Я Бог, а не ты, Господи!» Вся суть православия для христианина именно состоит в том, чтобы, понуждая себя к исполнению заповедей Божьих, увидеть, слышите? Ещё раз повторяю, понуждая себя к исполнению заповедей Божьих, увидеть, что, оказывается, я ничего не могу исполнить! А что я могу, интересно? Не завидовать могу? Нет, конечно! Злиться не могу? Нет, конечно! Прозносовить не могу? Завидовать? Тщеславиться? Человеку годничать? Объедаться, опиваться? Слушай, что могу? Ничего не могу, несчастный! И ты всё я! Оказывается, удивительный закон! Увидеть себя, кто я есть, на самом деле, можно только в том случае, повторяю, только в том случае, когда я приму решение жить действительно по евангельским заповедям. Тогда я увижу, кто я! Пока я этого не делаю, я ничего не вижу! Более того, настолько лукав наш разум, что просто приходится поразительно! А я хожу в церковь! А я собираю посты! А я исповедуюсь! А я причащаюсь! Да ещё собораюсь, не будучи даже больным! Совсем уже вверх совершенства! Уже! Да! На крещение купаюсь, омываю грехи все! За целый год! Вы слышите, какой ужас! Голубчик, а заповеди, заповеди-то где? А где заповеди? Ты осуждаешь или нет? А ты знаешь, что такое осуждение? Знаешь, что такое осуждение? Я лучше тебя! Я бы такого не сделал! Какая гордыня, Господи! Какой ужас! Я осуждаю другого! То есть, я-то такого бы не сделал, правда же? Поставь тебя, ты бы тысячу раз больше сделаешь тут на его месте! Достаточно одного только этого греха, осуждения, чтобы понять, сколько гордыни во мне живёт! Суть христианства заключается в том, что святыми отцами было выражено кратко и сильно познание себя! Познание, что значит себя! То есть, себя вот, находящееся вот в этом нашем состоянии, какие мы сейчас есть! Познание себя! Увидеть, что это дрянь дрянью! И дрянью погоняешь! Вот-то ты! Ой, я дрянь дрянью! Ну, это невозможно! Это невозможно! И попробуй, кто мне скажет, что я дрянь! Я так обижусь! Пусть и некуда! Оказывается, почему это важно, друзья мои? Потому что, когда я увижу, что, оказывается, я не могу ни осуждать, ни злиться, ни завидовать, ни прочие вещи всех... Не могу! Даже хочу! Вы слышите? Хочу! Решение принял! Принял крещение! То есть, дал обед! Слышите? Обед дал! Крещённый! И что? И непрерывно нарушаю! Причём, вижу, это действительно у меня прям прёт изнутри! И только, посмотрев на себя чистым взором, я начинаю понимать, Господи, или Ты меня спасёшь, или я действительно погрязаю во всём этом! Поняли, почему это важно? Христа я только тогда захочу, тогда только к Нему обращусь, когда увижу, что я ничего не могу сделать доброго! Подал нищему копейку и тут же уже от Бога миллион требую! Католицизм весь на этом заквашен! Одним из самых основных его договоров, знаете, что является? Вера в то, что христианин может иметь заслуги перед Богом! Понятно вам? Вот так! Я имею заслуги! Почему? Нищему подал копейку! Съедел в монастырь такой-то! Ай-яй-яй! Хожу в церковь! Исповедуюсь! Извините, не исповедуюсь! А делаю отчёт о проделанных грехах! Ой, какой достоинство Твоё! Какие заслуги у Тебя! Причащаюсь без соответствующего покаяния! Вот в чём суть всего православия в его духовной жизни! Нет православия без видения, без познания себя, то есть своей греховности и проистекающего отсюда смирения! Смирения и обращения Господи, помилуй! Другого ничего не могу сказать! Это чрезвычайно важно знать! Это самое главное! Теперь тоже важное, важное, но уже чисто богословское, жертва Христова. В чём суть жертвы Христовой? Почему приходится и почему говорить об этом? Вышла эта катехизма католическая, может быть, видели? Вот такая толстеньейшая книга, вариант, где чёртом по белому написано, что Христос пришёл снять вину с нас за грех Адама, что Христос удовлетворил божественному правосудию. Вот, оказывается, что мы виновны! В Адаме мы все согрешили! Вот таково мчение! В чём суть тела? Ну, во-первых, это дикая вещь, совершенно дикая вещь, что действительно мы виновны, что несём на себя какую-то виновность за грех наших прародителей. Мы даже не виновны за то, что сотворили наши родители, дедушки, прадедушки! Разве мы каемся за это? Да вообще такая глупость! Как вот сейчас это говорят, это мы виновны за казнь императора Николая II. Ну, что за глупость такая! Никто, пророк Иезекииль пишет, не отвечает отец за сына и сын за отца! Каждый отвечает за свои грехи! И если бы это было, то тогда не знаю вообще, что только творится! Тогда мы виновны вообще за всех, я не знаю, кого, за всех святых, которые претерпели там смерть, за все преступления, которые только были совершены! Что за ерунда такая? И вот это внедряется, это в наше сознание, а знаете почему? Чтобы поработить наши души! Вы, виновники, слышите? А виновные, как себя чувствуют? Бейте меня! Ух, какой ловкий расчёт! И народ попадается на это! Нет, виновны не мы, а те, которые расстреляли его! Те, которые отдали приказ о нём! Вот-то виновны! А то, понимаете, так! Он, кого-то убили, доказывается, кто виновен? Убийца? Да ну что убийца! Не будем говорить и не будем его искать! Мы виноваты! Ай-яй-яй! Так вот, католическая доктрина! Оказывается, Христос принёс жертву, которая освобождает нас от виновности за грех Адама. Нас, вы слышите? Не Адама! Просто! А нас! Каково понимание? Что совершил Христос? Обращаю ваше внимание! Это же очень важно! Понимаете, это центральный догмат христианства! Апостол в посаде к евреям прямо пишет, прямо отвечает на этот вопрос чёрным по белому, прямо пишет! Возьмите 2 глава, 10 стих! Прямо пишет! Бог, вождя спасения нашего, то есть Христа, совершил через страдания. Что-нибудь понятно? Что значит совершил? Что значит совершил? Если вы что-то сделал, да? Что сделал через страдания? А почему точка? Вот как хорошо, что вы изучаете греческий язык и можете посмотреть, что там написано. А оказывается, что написано? Написано-то, что Бог, вождя спасения нашего, Телиосе через страдания. Телиосе? Так это же сделал совершенным! Сделал совершенным! А вы написали – совершил! Совершил – вы написали – бессмыслицу! Сделал совершенным! Что такое? Как совершенным? Христос был несовершенным? И только через страдания Он стал совершенным? Это что такое, пишет апостол? Вот тут-то мы с вами... Вот очень хорошо, что... Ну, хорошо, если хорошо. Что пишут святые отцы? Господь воплотился. Что значит? Что Он воспринял? Что пишут... Вы знаете, просто десятки отцов, это сплошь, просто поток идёт. Он воспринял наше согрешившее естество. В каком смысле? Сейчас я вам скажу. И непрерывно. Афанасий Великий пишет – да умолкнул! Которые говорят, что будто бы Христос по естеству был бессмертным. Он даже с гневом уже, воскрешительным знаком просто. Он воспринял наше смертное естество. Но как? Вот это очень важно. Святитель Григорий Палома прямо объясняет это. Прямо объясняет. Он говорит, что Христос воспринял нашу смертность, тленность и страстность без греха. Вы слышите, оказывается, интересные какие вещи? Это уникальное явление. Воспринял повреждённость. Повреждённость – какая повреждённость? Вот это – смертность, тленность, страстность, о которой пишет Маккари Максим Исповедник. Но без греха, то есть без засорения, без вот этих генов, если хотите, греховности, которыми родители наделяют детей и непрерывным потоком идёт. Христос был изъят из этого засорения греховными страстями. Как был изъят? Каким образом? От Духа Свята и Пречистой Девы Марии. Всё! Заслон! Григорий Ниски писал, от страстного рождается страстный, от греховного рождается греховный. Христос родился не от страстного, не от греховного. Видите, что потребовалось? Чрезвычайное, чтобы только во Христе не было вот этого, вот этих всех страстей, которые присутствуют в нас. Так что, итак, каким же Христос родился? Слышите? С одной стороны, он родился смертным, тленным, уязвимым для страданий. С другой стороны, он родился, как первозданный Адам, безгрешным, чистым. В этом уникальность его природы. Это, если понятно, тогда теперь станет ясным, что значит Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Максим Исповедник пишет. Что он пишет? Я ничего не взял из этих цитат. Но вы их можете у меня на сайте посмотреть. Там все эти цитаты есть. Да. Он пишет, что что в воскресении Христос вновь обрел бессмертность, нетленность, бесстрастность. В воскресении! Видите, через страдания произошло исцеление. Если хотите, вот этой смертности, тленности и страстности, благодаря чему произошло затем воскресение, и Христос мы видим, какова природа человека была первозданной. Не было препятствий. Закрыты ли двери, расстояние ли? это тело... Вы знаете, какое было тело у Христа? Сказать вам? Оно было настоящим, материальным, духовным. Так, духовным или материальным? В том-то и вся суть, что у нас это стали противоположными вещами. на самом деле-то как раз сама материя, всё должно быть одухотворено. И вот оно, вот он, человек, оказывается, какой, когда он приобретает, снимается, снимается вся эта тяжесть смертности, тленности и страстности. Для него нет этих никаких материальных тогда преград и прочее. Это материальное тело становится духовным. Многие святые, многие святые уже при своей жизни даже настолько одухотворялись, что действительно могли. Помните, Мария Египетская? Перекрестила и перешла вверх, да? Ну, нет, только что она одна. Сколько угодно таких было случаев. Оказывается, тело становится вот тем духовным, которое которое мы и были созданы. Вот, что сделал Христос, оказывается, своей жертвой. Что он делал? Снял вину? Да разве отец меньше любит, чем сын человека? Разве мы своими грехами оскорбили Бога? Святые пишут это кощунство говорить о том, что будто бы Бог может гневаться или мстить. А что же произошло? Не снятие вины, как говорит, изуродованно говорит католицизм, а исцеление произошло человеческой природы. Вот, что произошло! Где произошло? В нём! Во Христе! В той человечестве, которую он воспринял в воплощении, вот, оказывается, он исцелил в себе самом! Вы знаете, помню, когда впервые я прочитал, один за другим святые пишут, что Христос исцелил в себе самом! Вот это да! И никогда нам не говорили этого! Больше, потому что говорили всё по западным, по этим несчастным католическим меркам списали, а святые отцы-то пишут, в себе самому исцелил он человеческую природу! И отсюда вытекает что? Нам что от этого? А мы что? Если он в себе! Что пишет апостол? Как он называет Христа вторым Адамом? Оказывается, мы теперь мы, люди, можем родиться от Христа! От Христа родиться! Как? Ну, разве не написано в Евангелии? Рождённый от Духа есть Дух, рождённый от Плоти есть Плоти, кто не родится от воды и Духа, не имеет Царства Божия Крещение! Слушайте, Крещение! Человек, который искренне уверовал во Христа так и принимает его как саму истину, он в Крещении в Крещении рождается! Что значит рождается? Послушайте, пожалуйста, посмотрите это на сайте, потому что я привожу целый ряд святых отцов, прямо привожу! Оказывается, что происходит? В Крещении кстати, это пригодится же! В Крещении человек получает семя, семечко нового человека, который воссоздан Христом! Слышите? Непервородный грех прощается! Господи, Боже мой, чушь какая! Прости, Господи! Семя нового человека дается, который восстановил Господь своими страданиями и воскресением. Семя получает! А дальше? Дальше? Разве никогда ничего не сажали в огороде? Что нужно делать с семенем? все прекрасно знают! И удобрять, и поливать, и пропалывать! Всё нужно! Вот что такое оказывается Крещение это! Причём, учтите, это, я вам говорю, это говорят святые отцы пишут! А насчёт этих первородных грехов это пишет Фома Аквинский, Триденский собор и прочее нашли за кем следовать! Вот оказывается, что сделала жертва Христова! Во-первых, Христос в самом себе исцелил человечность нашу, став вторым Адамом! Он стал вторым Адамом! От него теперь каждый искренне верующий человек может принять семя нового человека! И своей правильной христианской жизнью этот человек будет возрастать, может так возрастать в меру возраста Христова! Вот оказывается, что совершается! Вот в чём суть жертвы Христовой! Вот в чём суть, кстати, и таинства крещения! Вот что! А не это какой-то... Простите, я не могу возмущать этот первородный грех! Первородный грех Максим Исповедник прямо назвал это смертность, тленность, страстность! И если мне этот грех в крещении прощается, всё, я теперь бессмертный! Да! А говорят, ой, успели окрестить и умер! Слава Богу, успели! Ай-яй-яй! Вот, вы знаете, насколько сильны вот эти вот вещи, влияние западного богословия на наше богословие! если вы посмотрите наших богословов, наших богословов, особенно последнего периода, возьмите хотя бы нашу Московскую Духовную Академию предреволюционные труды. Вы знаете, что вас поразит? Что вас поразит? Подстрочник! Одни немцы! а святые отцы где же? Они что, ничего не писали? Вот как! Вот вам пример, яркий пример жертву Христовую! Не снятие вины с нас, которая не существует, о исцелении человеческой природы, в крещении не прощения природного греха, а даровании божественного семени нового человека. И отныне, как Тихон Задонский пишет, в нас два человека, ветхий и новый. Ветхий и новый. И идёт борьба! Ветхий